Вместо автомобильных призраков из 80-х – современные машины популярных производителей. Переход в Россию стимулирует Крым к усовершенствованию во всех сферах. А если что-то полуострову не под силу, помогают регионы большой страны. Республика должна идти в ногу со временем, в том числе и в вопросах стандартов автообразования. Сейчас у нас автошколы переходят в Российскую Федерацию на новую образовательную программу, и поэтому материально-техническое оснащение школ приобретает первостепенное значение. Мы полагаем, что молодежь Крыма, приходя в организацию ДОСААФ, будет получать хороший заряд технических знаний, патриотизма и становиться настоящими гражданами России. Раздачу подарков приурочили, как и полагается, ко дню рождения. 70-е годовщина создания крымского ДОСААФа, да еще в первый год после возвращения в родную страну – отличный повод не только по-новому взглянуть на процессы воспитания будущих водителей, но и вспомнить героическое прошлое. В 1944 году была создана вот эта школа. В 1944 год только освободили Крым и создали через полгода школу, потому что ДОСААФ в то время помогала вооруженным силам готовить специалистов. И сегодня это знаменательное событие, 70 лет, мы с вами отмечаем еще и в год вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. В крымских региональных отделениях ДОСААФа радует усовершенствованию. С такой технической подмогой можно вспомнить и хорошо забытое старое. С Нового года начинаем подготовку водительских кадров по УУСу. Это тоже радует, потому что мы уже забыли, когда мы занимались подготовкой государственных людей. Это чисто направление, как говорится, военное для вооруженных сил. Ежегодно Крымский ДОСААФ принимает на обучение около двух тысяч человек. В зависимости от автомобильной категории учебный срок длится от одного до трех месяцев. Татьяна Горюненко, Андрей Трещук, Время новостей.